Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Главное». Меня зовут Нина Демогло. Сегодня мы текущую политическую, экономическую ситуацию в нашей стране. Самые главные актуальные вопросы обсудим с моим экс-коллегой, общественным деятелем. Андреем Негруцем. Господин Негруцем, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, Нина. Я не понял, почему экс? Вот сейчас задам вам этот вопрос, потому что наши телезрители задавали мне много вопросов относительно того, что я напомню, что вы стали известны уже довольно количество времени. Вы были ведущим общественным деятелем, ведущим программы на нашей канале «Защита и забота». Также позже вы вели программу «У нас также истина», где пытались добраться до истины у политических, общественных деятелей нашей страны. Потом вы пропали, и люди, телезрители меня очень часто спрашивали, куда пропал господин Негруцем. Вот сейчас я сегодня предоставлю вам возможность самому ответить на этот вопрос. С августа месяца вы не выходите в эфир. Почему? Да, это на самом деле правда. Наверное, о защите и заботе мы поговорим, потому что, к сожалению, актуальность остается. Проблем много, проблемы не решаются. И я думаю, что мы о проблемах тоже поговорим. Что касается программы «Истина» и нашего ухода, как вы сказали, ухода из эфира, я могу так сказать. Мы на самом деле в программе «Истина» в каких-то моментах дошли именно до той самой истины. Но мы больше говорили, так оно сложилось или было, о прошлом. У нас были гости из прошлого. Они некоторые вещи из прошлого, знаете, как я делю развитие страны на этап до 2019 года и после. И гости представляли власть именно до 2019 года в массе своей. Там были и действующие политики, бесспорно. Но для меня было важно понять, лично для меня, если мы говорим про меня, все-таки в чем истина, в чем сущность молдавского государства, в чем сущность позиции власти, с одной стороны, с другой стороны, насколько она может быть, если можно так сказать, в принципе, в Молдове независимой. От чего независимой можно много тоже говорить и предлагать, вариации и так далее и тому подобное. Как вы подметили, что именно в августе или в конце августа мы, я могу так сказать, сделали паузу. У меня есть один из принципов жизни – никогда не говори никогда. Поэтому, если вы меня прямо спросите, готов ли я в ближайшее время или когда-либо выйти в эфир и вести ту же самую программу «Истина», то я не скажу вам, что нет. А вот я хочу просто напомнить, что август месяц – это был месяц, когда было назначено новое правительство. И я не буду говорить, как говорят многие или говорили тогда, что давайте подождем 100 дней. Мне потенциал, ресурсность той власти и настоящей, ну той власти, которую тогда избрали или назначили, и сегодня действующей, мне их потенциал и ресурсность, еще раз подчеркиваю, была понятна и известна. Может быть, не совсем в большей степени, где-то я с учетом своего анализа давал определенные прогнозы, в том числе и для себя. И я искренне хотел ошибаться, и знаете, как я говорю, ошибаться, чтобы совершенствоваться. То есть, например, господин Спыну, мне он был известен, я с ним лично общался. Признаюсь, не произвел он у меня серьезного впечатления. Когда я узнал о том, что он не просто министр экономики, а еще и вице-премьер, я был немножко расстроен. Но у меня есть другой принцип еще, что я лежачего не бью. Поэтому мутить, крутить, критиковать нужно предлагать. Чтобы предлагать, значит, нужно участвовать в том, что ты предлагаешь. По-другому не получится. К сожалению, мне таких предложений не поступало. А теперь ближе к сегодняшнему дню и, в принципе, чем я занимался это время. Бесспорно, я наблюдал за тем, что происходит в Молдове. Не скажу, что очень глубоко, но, в общем, я имею представление и понимаю те или иные процессы, которые происходят. Но я занимался своим средним сыном Марком, который является профессиональным гонщиком картинга. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что он зачислен в профессиональную французскую команду Соди-Карт. И с честью будет защищать или представлять, если так более конкретно, Республику Молдова. Поздравляем. Спасибо. И я, как Марк говорит, что папа, ты мой менеджер, и я только с тобой. И, может быть, я даже благодарен, что так получилось, что у меня появилось время, когда я могу уделить внимание детям, ребенку, помочь ему именно в этой карьере. И абсолютно горд, что у него это получается. И его очень хорошо оценивают. Сегодня он перешел во взрослый класс. И, конечно, ему нужна поддержка. Ему 15 лет, и он уже во взрослой команде соревнуется и дышит в спину 20-25-летним пилотам. Это прекрасно, это здорово. Вот чем я занимаюсь сегодня. Ну, я вас поздравляю с успехами Марка, конечно. Спасибо. Андрей, во многих публикациях вас называли человеком Игоря Додона. И вы почему-то не говорите об этом или уклоняетесь рассказать об этом. Вы же действительно работали в аппарате президента. Почему вы, помимо того, что упоминаете и говорите об успехах сына, не рассказываете этот момент? Вы знаете, я вот когда затронул господина Спыну, я не хотел раскрывать, где я был с ним знаком. Как раз с господином Спыну я познакомился в президентуре. Ну, давайте по порядку, коли вы так хотите. Когда там был Игоря Додона? Нет, когда Игоря Додона там уже не было. Это тоже очень немаловажный фактор. А вы там были еще? Бесспорно, да. Давайте все по порядку тогда. Да уж, если вы хотите. Я никогда не являлся человеком Игоря Додона. Если это кому-то так выгодно и хочется говорить, ну, знаете, как в Молдове много чего говорят. Приведу только лишь пару примеров, на самом деле, как это было. Или давайте так уж коротко, прям сразу, чтобы... Если бы я был человеком Игоря Додона, то я точно был бы депутатом парламента Республики Молдова сегодня. Наверное, это прям ответ на ваш вопрос. А чем человеком вы были там? Все остальное, я был человеком себя в первую очередь. И сейчас поясню. Потому что не хотелось бы обсуждать Игоря Николаевича, только лишь даже потому, что он сегодня уже даже не политический игрок, а просто почетный председатель партии. Общественный деятель больше. Давайте посмотрим. Ну, не знаю, нельзя говорить о том, что он сегодня политик, если он представляет некий деловой союз предпринимателей между Россией и Молдовой. Политика и бизнес. Ну, понятно, что в Молдове к этому привыкли. Но он сегодня заявляет, что он больше ушел в общественную деятельность, так скажем. Ладно. Чем он занимается сейчас, это вопрос, бесспорно, ему. Так вот, теперь, что касается моей работы в президентуре. Моя работа в президентуре была абсолютно не связана с Игорем Николаевичем Додоном. Бесспорно, мы с ним говорили о том, и он меня принимал на работу. Но принимал меня на работу после того, как я выиграл конкурс. То есть, я принимал участие в конкурсе и выиграл конкурс на занятие государственной должности. И таким образом я попал в президентуру. Мой контракт был не привязан к полномочиям Игоря Николаевича. И мой посыл, когда я шел в президентуру, был только лишь на организацию и на программу и планирование консолидации общества. В целом, если хотите, как бы громко это не звучало сегодня. А в качестве кого вы там были? Я был главным консультантом консультационного управления. И, кстати, тут могу также сказать, что не без участия, а моим непосредственным руководителем консультационного управления был господин Степанюк. И не без его помощи, я убежден, не без его рекомендаций, не обошлось без его рекомендаций в отношении того, что я был принят на работу и был вовлечен в определенные процессы, которые происходили в президентуре. Сколько вы там работали? Около года. Почему ушли? Вот. Я, конечно, хотел немного сказать о том, как наработалось и что нам удалось. Но расскажите. На самом деле, я скажу так. Через призму работы в президентуре, я убедился, что в республике Молдова во власти не совсем думает о народе, о гражданах. Конечно, у каждого есть свои интересы, но мне кажется, что интересы должны быть, если ты во власти, и мы, может быть, поговорим, и как раз господин Спынов тоже вовлечен в процесс переговоров по газу и так далее и тому подобное. И вот как раз даже на этом примере я покажу, что даже та власть, которая пришла сегодня, она не ориентирована на то, чтобы работать на народ. Не буду раскрывать какие-то скобки. Мне много чего не нравилось. Я открыто высказывал свою позицию. Может быть, иногда не совсем удобную или угодную, в том числе и господину Дадону. Но, например, когда он после первого тура выступил против диаспоры, я открыто на совещании сказал, или просто рекомендовал, что не трогайте, пожалуйста, диаспору. Вот неправильно это все. То есть я понимаю их чаяния, их проблемы, и это нам здесь может быть хорошо дома, да. А они, если уж такие активные, значит, им не безразлична судьба. И поэтому нужно быть более осторожным. И, конечно, наверное, работа не только президентуры, но и всей команды, в том числе и социалистов, наверное, да, была направлена не в то направление, которое ожидал народ или граждане Республики Молдова, потому что он проиграл. Как всем известно, президент, когда уходит или складывает свои полномочия, или после вступления нового президента, все его советники, они также должны уволиться. У них срочный трудовой договор. У меня был бессрочный договор. Получилось так, что вам известно, что моя семья, мои дети живут в Германии. И на Новый год я уехал в Германию. Инаугурация была как раз в конце декабря. И после декабря, после Нового года, после рождественских праздников, я вернулся на работу, общался с коллегами, узнавал, какова температура, как мы будем жить дальше. К сожалению, я понимал, что отношение к людям из прошлого для них было принципиально и крайне негативно. И поэтому мне сказали, что, наверное, с нами будут расставаться. Получилось так, что в феврале месяце мой сын, Марк, кстати, сломал палец. И у него, я неспроста вам говорю такую историю, как раз это касательно отношения, или, в принципе, управления, или как может управлять человек. А тогда генеральным секретарем президентуры был господин Спын, мой непосредственный работодатель. Так вот, я попросил ему отпуск с последующим увольнением. Я понимал, что нам тут не рады. Я говорю, в конечном счете, уж извините, в том числе и про господина Степанюка, с ним тоже поступили некорректно. Но это другая история. Это уже он расскажет. Бесспорно, да. И я попросил его, чтобы он мне предоставил отпуск в строгом соответствии с действующим законодательством, трудовым кодексом Республики Молдова. Мне было отказано. Мне было сказано, что, да, может быть, у вас такое право есть, но если вы хотите увольняться, увольняйтесь сегодня. Никакого отпуска вы не получите. Мне на самом деле нужно было, я думал, стоит ли чего-то доказывать, стоит ли отстаивать свои права, права, подчеркиваю, ничего более, права как минимум на 4 дня отпуска, которые я могу получить, и, соответственно, отпуск в последующем увольнении. Мне нужно было лететь в Германию, я написал заявление и уволился без отпуска. Это просто такой маленький штрих отношения, подходов, хороших людей. Вот, честно, даже не могу. Мне было больно тогда. Я долго ждал, кстати, 3 дня я ждал аудиенции, меня не принимали. Я вынужден был отправить сообщение с фотографией ребенка, который в гипсе, с описанием проблематики. В конечном счете, я понял, что проблемы, ладно, мои проблемы, или проблемы со здоровьем моего ребенка даже не интересовали этих людей. А когда мы говорим про газ, ну, оставлю без комментариев. Это вот такая ситуация... А почему вы молчали, вы как будто скрывали то, что вы работаете в аппарате президента, или просто вам не задавали вопроса? Вы знаете, почему я должен был ходить на каждом углу и говорить о том, что я работаю в президентуре? Я скажу больше, я общался с коллегами по проблеме информационной безопасности. Потом я узнал, что они после общения со мной опубликовали статью в «Комсомольской правде». Я был удивлен. У меня не было цели заниматься каким-то пиаром. Бесспорно, мне многое не удалось. Да и, по большому счету, у меня и не было таких полномочий, чтобы я там чего-то сделал. Но некоторые моменты мне все-таки удалось сделать. И я в любом случае благодарен господину Задону, что он мне предоставил такую возможность. Но не более того. Вы являетесь гражданином Молдовы, Германии и Российской Федерации. Ну, нет, гражданином Германии я не являюсь. У меня есть вид на жительство в Германии. А гражданином Российской Федерации являетесь? Да. Ну, так скажем, вы что считаете больше своим домом? Или считаете себя космополитеном, как сейчас модно говорить? Вы знаете, и в игру «Человек мира» я тоже, если так можно, я ее неспроста называл игрой, тоже оказался игроком в этой игре. Что касается моего гражданства Молдовы и гражданства Российской Федерации. Значит, гражданином Республики Молдова я являюсь по рождению. Гражданином Российской Федерации я стал по линии мамы. У меня мама жила и работала на севере, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском округе. И когда я после окончания автодорожного техникум переехал к ней, я получил гражданство по родству. Что касается «Человека мира», когда я запланировал или думал о переезде в Германию за какими-то новыми технологиями, современными подходами и, в принципе, по большому счету, в более цивилизованное общество, я представлял себе, что вот та демократия, которую мы слышим на каждом углу, это и есть элементы вот такого мирового сообщества, где мы все равны, мы друг друга понимаем, уважаем и так далее. Так вот, к сожалению, на сегодняшний день можно говорить о том, что нет мира. И поэтому не можешь быть ты человеком мира. А уж если наоборот, мы можем говорить, что мы являемся, или я являюсь человеком мира, когда у нас будет мир во всем мире, и будет единство и понимание. А где Ваш дом? Очень хороший вопрос. В принципе, у меня такая, знаете, как домашняя заготовка, не первый раз отвечаю на этот вопрос. Как многие говорят, хорошо там, где нас нет, а я говорю, хорошо дома. И мой дом – это республика Молдова. Как бы там к ней я ни относился, ни переживал, где-то сострадал, понимал, удивлялся, разочаровывался. Но знаете, это как отношение к родителям, к маме. Поэтому это моя родина. Молдова. Сейчас, к сожалению, ни один эфир не проводится без тематики Украины. То, что происходит у наших соседей, это, безусловно, сказывается на всем регионе в целом. Поэтому интересно было бы послушать, как гражданина Молдовы, как человека, чья родина, республика Молдова, Ваше мнение и видение по происходящему на данный момент. То, что происходит на Украине сегодня, вызывает только сострадание, переживания и мольба, чтобы это как можно скорее закончилось и, не дай Бог, пришло вновь на территорию нашей страны. Давать оценку тому, что происходит, знаете как, я могу сказать, что разрешите мне в этом случае помолчать. Но я позволю себе сказать следующее, что ответственность за то, что происходит, лежит на руководителях стран конфликта и тех руководителях, которые, они побоюсь этого слова, иногда осознанно или бессознательно подкидывают дрова. Я бесспорно говорю про руководство Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. К сожалению, я не вижу посылов, реальных посылов, подчеркиваю, со стороны всех, не будем переходить сейчас, на то, чтобы остановить это. Мы слышим ежедневно о принятии решений по поставке оружия, мы слышим ежедневно о финансировании, о приобретении того или иного оружия, мы слышим о продолжении и конфронтации конфликта. Мне больно. – Но это же две независимые страны, господин Нигрус, а как они могут вмешаться? Каким образом они могут вмешаться? Они могут оказывать поддержку в рамках, так скажем, своих возможностей. То же самое, как и Молдова, не так ли? – Давайте разделим. Молдова отдельно. – О Молдове мы сейчас отдельно поговорим. – Да, то есть, если уж так разделить, это точно, вы меня провоцируете сейчас, но я постараюсь вам все-таки ответить. Давайте так, мы же видим, кто поддерживает, именно поддерживает позицию Украины, и как ее поддерживают. Так вот, я не против того, или я за то, чтобы мы кого-то друг друга поддерживали. Но вопрос чем? Я глубоко убежден, что если бы эти силы поставили бы задачу на то, чтобы остановить войну и конфликт, они бы это сделали. Я, еще раз говорю, субъективно не вижу этого сегодня. – А вот в отношении независимости, бесспорно, ну да, независимые страны, но насколько они независимые, да, или в большей степени кто независим, ну сложно сказать. Знаете, как цыплят по осени считают? – Бесспорно, мы узнаем много чего о неизведанном нам и неизвестном нам на сегодня. – Например? – Не знаю. Знаете как, в истории много чего было. – Есть какие-то прогнозы у вас, когда это закончится? – Ой, это очень сложно. Я хотел бы, чтобы это закончилось вчера. И глубоко убежден, что это может закончиться через неделю. Но когда я слышу от беженцев, как происходила их эвакуация, так называемые эвакуационные поезда, мне вот мурашки хватило, да, это больно. Это на самом деле что-то такое далеко забытое. Что касается Республики Молдова, то я бесспорно наблюдал. У меня как раз был период, когда я находился с Марком в Европе. Мы проходили тренировочные сборы и участвовали в Санкт-Петербурге. – Наблюдали за чем? – Заблюдали за процессом, как раз когда начался военный конфликт. – Ну, Молдова, власти Молдовы. – И власти Молдовы заслуживали уважения в плане понимания, в плане определенного нейтралитета. К сожалению, как я вижу, немножко он теряется. – А по каким событиям вы это определили? – По заявлениям в том числе. Да и по большому счету по принятию последнего закона о запрете алфавитных знаков, георгиевской ленты. – Ну, это разве решит проблему? – Разве решит проблему или остановит конфликт в Украине? Это с этим связано? – Если на заводе «Зорили» будут демонтировать букву «Зет», до смешного дойдем? – Ну, в принципе, наверное, так и есть. Знаете, как смех сквозь слезы, что запретят или оштрафуют господина Усатова, когда он очередной раз покажет Викторию. Ну, это правда. Не хочу комментировать. Это точно недальновидно. – Вы считаете, что власти переступили через черту нейтралитета? Они же не поддержали санкции? – Я думаю, что это нет. Давайте мы отделим. Это, наверное, такая ошибка, которую допускает любая власть. Но уж точно нужно было более осторожно и аккуратно подходить к этому. Это точно нужно учитывать мнение людей. – А каким образом сейчас в этой ситуации можно учесть мнение людей? Как можно спросить? Это только же через референтум? – Ну вот смотрите, через референтум мы же не будем пропускать каждый закон, который принимается в парламенте. Или по-другому, еще раз, неужели принятием этого закона? Вот какова цель? Вот я не услышал, не услышал абсолютно, может быть, я что-то пропустил, вы мне что-то подскажете, да? Какова была цель принятия данного закона? Кроме того, что было заявлено, что георгиевскую ленточку нужно отправить на свалку истории. Не хочу комментировать. – Это было заявлено президентом, плюс еще депутаты партии ПДС твердо заявили, что кто придет 9 мая на парад с георгиевской лентой, тот поддерживает насилие и войну в Украине. – Знаете, вот такими заявлениями, что делают представители власти? Они занимаются, я бесспорно, я понимаю, они занимаются провокацией. И на самом деле я могу себе представить, что 9 мая выйдут тысячи людей с георгиевскими лентами. И это, в принципе… – Вы это считаете, что это? – Я не считаю, это как раз, мы вспоминали господина Додона, он один из первых заявил о том, что он организует путешествие, и выйдут люди с георгиевскими лентами. Так вот, это направлено на консолидацию общества, это направлено на мир в нашей стране. Мне кажется, что это направлено, в первую очередь, на определенные провокации. И я очень хочу верить, искренне хочу верить, что это точно не сделано по указке внешних партнеров. И знаете, почему я допускаю, что не по указке? Потому что такие законы не принимаются в странах Евросоюза. Мне кажется, что порой наша власть-предержащая пытается выслужиться. А вот перед кем и как, наверное, всем известно. Как это было и до, и после. Ну и я думаю, что воззрём в будущем тоже. А господин Негруци, это про западные власти. Это партия, которая ратовала за евроинтеграцию до того, как приходила к власти, когда пришла к власти. Ну да, другой вопрос, что в Евросоюзе, я не знаю, где этот законопроект, где георгиевская лента запрещена. Я не знаю, кроме Прибалтики, никаких других стран. Какое-то отношение имеет к евроинтеграции, немного не понимаю, это совсем другой вопрос. Но, в принципе, когда вы задаёте вопрос о том, кого эта власть прислушивается или с кем она консультируется, мне кажется, что ответ очевиден. Не так ли? Ну, очевиден какой ответ, дайте. И я спрошу. Это про западные власти. Это про западное парламентское большинство. То есть вы хотите сказать, знаете, я был осторожен в порой высказываниях, то есть вы хотите сказать, что у нас по большому счёту, там про Плохотнюка говорили, что при нём была власть захвачена, то и сегодня захвачена власть. Нет, я так не говорила. Ну, а что значит западные кураторы, что значит европейские... Нет, я не говорила про западных кураторов, я говорила, что это про европейская власть, которая, естественно, будет стараться всегда единым хором. Смотрите, очень хорошо, подчёркиваете, тут очень интересные дебаты пошли в информационном пространстве Республики Молдова. А что значит европейские власти? Про европейские власти. Или про, ну хорошо, про европейские власти. Власть, которая радует... Вот что такое европейские ценности? Вот я хочу услышать, увидеть, от них услышать, что такое европейские ценности. Вот я хочу, чтобы мне представители действующей власти показали, какие ценности европейские они преследуют. Да, вот непредоставление мне отпуска по закону – это соблюдение европейских ценностей. Я скинул фотографию, ребёнок в гипсе. Я написал о том, что есть угроза операции. Мне нужно срочно улететь в Германию. Мне говорят, хочешь улететь – увольняйся. Это европейские ценности. Поэтому давайте будем осторожными. Наверное, уж я громко скажу сейчас. Наверное, я больше могу принести этих европейских ценностей и конкретно по пунктам их назвать, неже чем Спыну, Кульминский, Майя-Санду и ежи с ними. И господин Гроссу туда же. Или гаврелица, тем более. Вот о чём я говорю. Ценность европейская состоит в чём? Эта власть ориентирована на чаяние проблем и народа. Смотрите, что происходит сейчас с санкциями в отношении России. Санкции приняты. Я не знаю, шестой, что ли, пункт или блок принят уже, или пакет. А что касается газа и нефти. Давайте про газ. Об этом мы ещё поговорим. Нет, я хочу сказать, а что касается газа, это отдельно. А почему отдельно? Да потому что немцы на вилы возьмут действующую власть Германии, если они останутся без газа. Вот о чём думает власть в той же самой Германии. И очень осторожно, насколько это возможно, маневрирует. А что у нас? Вот я не могу. Вы меня спрашиваете, почему принимают этот закон. Или спросите. Я не могу вам сказать, почему. Я не понимаю. Я считаю, что есть другие проблемы. Что принятие этого закона направлено на разрушение. Понимаете, на расслоение общества. Тому пример. Вы, наверное, вам известно. Сначала гостиницу «Националь», позорящая нашей страны, с многолетним опытом, перекрасили. Да, и не только столица. Давайте столица у нас как государство. Значит, перекрасили флаг Украины. Да, это проявление определённой солидарности. Прошло некоторое время, приняли закон, половину гостиницы перекрасили в цвет георгиевской ленты. Ну, вроде как замазали. Полдня. Вроде как замазали. Вот это что происходит в обществе? Это налицо наглядная конфронтация. Я глубоко убеждён, будущее Республики Молдова, не надо трогать геополитических партнёров. Они только пользуются тем, что у нас конфронтация. Если вы скажете, а не кажется ли вам, что, может быть, они как-то подливают, подливают и будут подливать, я могу вас успокоить. Потому что и одни, и другие, и третьи, или, я не знаю, четвёртые, сколько там этих геополитических сил, преследуют исключительно свои интересы. А вот власть в Республике Молдова интересы государства не преследует. По крайней мере, я этого не вижу. Это моё субъективное мнение. – Господин Никрус, я уже беседую с вами ровно 35 минут, так и не понимаю до конца ваших геополитических предпочтений. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. – Вы что хотите услышать? – Что я хочу услышать? – Ответьте мне на такой вопрос. Чей Крым? – Ха, точно не молдавский. Абсолютно. – Чей он? – Я же вам ответил, не молдавский. Абсолютно. – Чей Крым? – Нин, вы меня провоцируете. К сожалению, вот так провоцировали в своё время. – Почему провоцировали? Вы же гражданин Российской Федерации. – Так вот, я сейчас нахожусь в своей родной стране. Гражданство Российской Федерации накладывает на меня определённые права и обязанности. Но я сейчас нахожусь в Республике Молдова. И вы меня откровенно провоцируете. Потому что вот так провоцировали. Можно я договорю? – Это индикатор определения геополитических взглядов. – Разрешите, я вам сейчас отвечу, если вы хотите поговорить про геополитические взгляды. Но сначала я вам скажу по поводу провокации. Значит, вам известно, что когда эта проблема тянется с 2014 года, и когда это всё началось, в том числе и молдавских политиков спрашивали, чей Крым. И они с честью отвечали на этот вопрос. Где они оказались вместе с Плохотником, нам это известно. Вот наша задача Республики Молдова, если мы говорим о нейтралитете, вот знаете как, вот прям молиться и беречь, а не так, что говорить сегодня так, через месяц по-другому. Я не хочу, подчёркиваю, не хочу допустить, что изменение вектора или позиции действующей власти Республики Молдова поменялось тогда, когда господин Путин заявил о том, что он проводит определённую передислокацию или меняет стратегию проведения спецоперации. Мы знаем о том, что российские войска отошли от Киева, ушли от Чернигова и так далее и тому подобное. Я глубоко не знаю всех этих нюансов, но я не хочу, подчёркиваю, допустить, что как-то вот такое вот неоднозначное или прекращение такого яркого, наступательного действия со стороны российских войск, да, воодушевляет действующую власть на то, чтобы поменять как-то вектор отношений, да. И с одной стороны говорить о нейтралитете, а с другой стороны говорить о принятии каких-то законов. Понятно, мы же слышим и видим, как отреагировала Российская Федерация на принятие этого закона. Официальные лица, ну, да. Что ещё сказать? Это разве, ещё раз подчёркиваю, это разве интересы государства? Мне кажется, это интересы отдельно взятой политической силы, которая, в принципе, заявляет и говорит о том, что мы готовы развивать государство. Мы этого не видим. Продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы вернулись в студию. Напомню, что сегодня общественную, политическую, экономическую ситуацию в нашей стране мы обсуждаем с гостем нашего эфира. И моё приглашение сегодня принял коллега, как вы уже сказали, не экс-коллега, общественный деятель Андрей Негруца. Господин Негруца, не хотите говорить, чей Крым? Вот в Украине что сейчас происходит? Там война или спецоперация? Это конфликт. Это конфликт. Есть какие-то прогнозы, когда он завершится? Такой же конфликт, как был между так называемой Поднестровской республикой и официальной властью в своё время. Есть прогнозы, когда он завершится? Вы уже задавали этот вопрос. Я ещё раз повторяю. Сложно ответить. Я хочу, чтобы это закончилось завтра. Ладно, вернёмся к нашей ситуации внутриполитической. На сегодняшний день у нас нет ясности в том, будет ли в Молдове с 1 мая газ. Аудит мы не провели. Я общалась с одним очень известным вчера буквально экономистом Думитро Барбалатом, который работал много лет в Минэкономике. Он вообще говорит, что там очень много пунктов, которые не соблюли. С 1 мая Газпром вправе в письменном виде уведомить нас о том, что он прекращает поставки газа на территорию республики Молдовы. Господин Андрей Спыну тем временем заявляет, что Газпром не отвечает на письма. Аудит задолженности так и не был проведён. Сейчас ведутся переговоры с альтернативными поставщиками газа. Даже господин Спыну на префинке буквально накануне сказал о том, что есть три реальные страны – Польша, Нидерланды, Румыния, которые готовы будут нам поставлять газ. Ситуация действительно оптимистична или нам стоит закупать электрические плиты и уже запасаться дровами? Вот смотрите, начнём с конца, ну или с настоящего. Вы говорите про оптимистические прогнозы. Мне кажется, что... Но вице-премьер так заявляет. Я понимаю, что у граждан Республики Молдова одни оптимистические ожидания, а у господина Спыну могут быть не совсем те же самые оптимистические ожидания и в том числе прогнозы. Я могу вам очень так аккуратно, но твёрдо при этом сказать, при этом оговориться, что я бы не хотел этого, что сегодняшняя действующая власть заинтересована в том, чтобы «Газпром» прекратил поставки газа с 1 мая. То есть они провоцируют? Ну, мы уже говорили, что по большому счёту Республика Молдова полна сплошными провокациями и противоречивыми провокациями. И порой это делается специально. В таком случае что нас ждёт? Вот знаете, мы точно знаем, что было вчера, и абсолютно не знаем, что будет завтра. Я могу также убедительно сказать, что и господин Спыну не знает, что будет после 1 мая. А то, что заявляется, что у нас есть поставщики, ну, это мы знаем, и это общеизвестно. Только есть одно жирное «но». Это цена. Вот как раз оптимистические ожидания населения Республики Молдова состоят в том, что они хотят получать газ, например, по цене, как Сербия, как Венгрия, например. А теперь я хотел бы немножко, если позволите, уж знаете, как отношение между Газпромом и Республикой Молдова, это отношение двух хозяйствующих субъектов. Ну, это Газпром и Молдова-Газ. Но мы понимаем, что это всё-таки есть определённый политический окрас, и без этого не происходит. Так, и мне легко на эту тему говорить, потому что всё-таки я из бизнес-среды, и я понимаю, как это всё формируется, и что есть цена. Я не раскрою больших секретов и тайн, как происходили переговоры между Сербией и Москвой по цене газа. Насколько мне известно, встречались президенты. Вот скажите, пожалуйста, господин, насколько я помню, Вучич, да, президент Сербии, чьи интересы преследовал, когда поехал на встречу с господином Путиным? Ну, очевидно. Своего народа. Здорово. То есть, вы сейчас хотите сказать, что если госпожа Санду, будучи президентом, не поехала, не проявила инициативу, чтобы вступить в переговоры с президентом Российской Федерации, и в том числе с президентом Газпрома, значит, она не преследует интересы народа. А почему она не поехала? Я думаю, что, смотрите, вот, я не знаю, будучи президентом, она к вам еще не приходила. В статусе президента. В статусе президента. Да, до этого, насколько я помню, она была частным гостем канала. Мне тоже понятно, почему. Это вопрос к ней. Конечно, мы слышали ее позицию. Мы, знаете как, есть юридические составляющие всего этого, с одной стороны. Но, когда мы говорим о политике, тогда, бесспорно, есть юридическая составляющая, и есть моральная составляющая. Есть еще чаяние народа. Да, когда мы говорим о президенте. Или, может быть, президент ничего не решает в нашей стране? Тогда зачем? Да, он нужен. Ну, по крайней мере, она сегодня является президентом, и, наверное, вот эти три составляющие, которые я сказал, должна учитывать. Ее позиция, насколько мне помнится, была следующей, что это не ее полномочия, и не входит в ее компетент. Что это экономический спектр вопросов? Хорошо, только господин Спыну, который вел переговоры, он, насколько я знаю, даже сегодня является генеральным секретарем партии, которую она возглавляла. То, что сегодня по закону президент не является членом партии, это понятно, но уж точно мы понимаем, где или в каком кабинете происходит управление. И уж точно в президентуре. И я убежден, что все, что связано с этими моментами в плане не моей полномочия, я не должна это делать, это какая-то отговорка. Я сожалею, что это так произошло. И то, что мы имеем сегодня, это результаты несогласованности действий тогда, когда в августе или в сентябре завершался контракт с «Газпромом». Это бездействие власти. И тут я должен, коль мы заговорили про газ, должен сказать, что я был крайне удивлен, когда буквально недавно на одной из передач на телевидении господин Кульминский сравнил господина Спыну с таксистом. И убедительно заявил то, что он не должен был и не может, по сути своей, вести такого рода переговоры. При этом на следующий день господин Спыну в фейсбуке открывает переписку, где господин Кульминский поздравляет его с успешными переговорами 2 ноября. И при этом Спыну пишут не по-мужски. Я не буду говорить, кто из них больше мужчина, это они между собой разберутся. Но это точно указывает на то, как так помягче, чтобы сказать, нами управляют непрофессионалы, к сожалению. Или пытаются нами управлять, а управляют государства. Я глубоко убежден, что возглавить эту делегацию должна была президент Республики Молдова, а уж совместно с премьер-министром, бесспорно, господин Чибан, Вадим Чибан, генеральный директор Молдова-ГАЗ. Ну и далее уже, как определит или определила бы госпожа президент. Этого мы не увидели. И опять же видим спекуляцию. Вот смотрите, какая картина. К слову о провокации. Давайте пофантазируем немножко, как могут развиваться события. Если Россия или Газпром продлит, то это мы добились, мы договорились. Они себе это возьмут в копилку. Если Газпром не продлит и прекратит поставку, то в любом случае укажут на то, что вот смотрите, как Россия относится к Республике Молдова. Нас путают. Ну где мы Газ тогда будем убрать? Да Газ-то будет, не переживайте. Да не будет. Тот же самый российский Газ только через Румынию, через Польшу и так далее. По какой цене? Раз. Второй момент. Те страны, которые указали, я уже выяснила. Польша в состоянии, может быть, была бы какую-то часть нам дать. Но там уже договора все заключены. У Азербайджана никто сейчас не откажется или не будет отказывать разрывать контракт для того, чтобы обеспечить Молдову газом. Молдова на самом деле не такая большая страна. Чтобы говорить о том, что у нас будет энергомор, как его тут называли. Окей, на спотовых рынках мы можем выкупить, а цена вопроса какая будет? Ну, я могу так сказать, я убежден, что нужно не комментировать в Фейсбуке и не выступать на брифинге, а нужно и не ждать, когда кто-то чего-то ответит, а садиться в самолет и лететь, и разговаривать. А уже с ними не очень хотят разговаривать. Почему вы вините во всем руководство Молдовы? Я не виню во всем руководство Молдовы. Я говорю об ответственности. Если это ответственность господина Вадима Чабана, то он должен дневать и ночевать в Москве, в Газпроме. Или, может быть, в Санкт-Петербурге уже. То есть это их задача. Господин Чабан возглавляет дочернее предприятие Газпрома. Так, и он отвечает за газоснабжение Республики Молдовы. Он менеджер, а завтра отключат газоснабжение. Это уже самый главный вопрос. А что, менеджер не должен думать об этом? Или вы его защищаете по другим основаниям? Нет, по каким основаниям я могу его защищать? Он частый гость в вашей программе. Менеджер отвечает за исполнительную часть. То есть, другими словами, вы хотите сказать, что господин Чабан ждет 1 мая, и 2 мая, если не будет поставок российского газа, то он сложит свои полномочия и закроет предприятие. Нет, в этой части я с вами согласна в том, что они отправили письмо и ждут ответа. Есть еще наблюдательный совет. Газпром не обязан отвечать на этот вопрос. В этой части я как-то с вами согласна, что, может быть, стоило бы все-таки поехать и как-то этот вопрос растормошить. Ну, не знаю, я не слышала, по крайней мере, никаких действий со стороны властей. Ну, опять же, вы же со мной согласны тогда, что все-таки власть ответственна за это? И должна, и обязана была быть вовлечена в этот процесс? Знаете, господин Негруса, у меня нет своего мнения, когда я веду программу. Но, действительно, до этого момента всегда высшее руководство страны. Мы помним, в 2006 году была очень большая проблема при подписании этого договора. Но тогда и господин Воронин встречался с руководством страны. Потом туда летела госпожа Гречаная. Господин Рейдман, я помню, я читала об этом, изучала, что вот была такая делегация, что действительно на высшем уровне решался этот вопрос. Но вот нынешние власти, они все-таки включили его в разряд экономического вопроса. Даже прозападные власти, они как-то пытались этот вопрос урегулировать с руководством страны. Тут, конечно, ситуация... А в западной власти что вы имеете в виду? Ну, подождите, контракт при Плохотнюке как-то подписывался. Это же был прозападный альянс. Мы помним, когда Филат летал в Москву. Это был человек, которого Запад считал историей успеха, так скажем. Но он летал туда и решал энергетический вопрос. Я могу вам... Вы знаете, вот вы сейчас рассказали историю глубже немного, да. И у меня вспомнилась ситуация, когда между Украиной и Россией было напряжение в плане поставок газа. И Тимошенко, будучи, насколько я помню, под уголовным делом Российской Федерации, будучи премьер-министром, полетела под какими-то гарантиями, полетела в Москву и вела переговоры. За это ее потом в Украине посадили? Да, только потом ее оправдали. За то, что незаконно ее посадили. Но мы сейчас не об этом. Это, опять же, немножко другая страна. Я сейчас говорю о действиях власти в стране, когда они на самом деле заинтересованы в том... Везде, в республике Молдова. Но уж точно 80% как минимум, будут... Мнения людей будут за то, чтобы был газ и был по... Насколько это возможно, низкой цене. Вы сейчас говорили о неких разногласиях внутри партии, власти, внутри людей, которые, так скажем, приближены. в куларах даже власти. Есть еще один момент, который я также сейчас вспомнила. Вспомнила, когда примаром Кишинева был Киртуак, а партия коммунистов тогда была у власти, у них было конституционное большинство. Вы, кстати, в Молдове где живете? В Кишиневе. В Кишиневе. Как вам сейчас ситуация, связанная с центральными властями и с примарией Кишинева? Вы сами сказали, что столица этой все сосредоточена, в принципе, в столице Молдовы. Как вам ситуация взаимоотношений между госпожой Гаврилицей, например, и господином Чибаном? Не напоминает она вам историю по КРМ и господина Киртуаки? Или, может быть, так скажем, если классики, это лебедь, щука и рак, не так ли? Да, только надо определиться, кто там щука, кто рак. Вспомните, например, пандемию, вспомните сейчас ситуацию с беженцами. Если можно коротко прокомментировать. Да, что касается противоречия внутри или между местными и центральными властями, это где-то в какой-то степени нормальный процесс. Хуже, когда происходит сращивание, и мы это тоже знаем, когда все делается под указкой, под виленью какой-то некой волшебной палочки в чьих-то руках. Но, опять же, я не устану сегодня уж так, получается, говорить о том, что и местная власть, и центральная власть должна быть ориентирована на, к сожалению, на интересы, к сожалению, я хотел сказать проблемы, но окей, к сожалению, на проблемы людей или на проблемы граждан и их интересы. И вот здесь они точно должны объединяться. Что мы видим между руководством Примарии и правительством? Честно, то ли они пытаются друг другу чего-то доказать или указать место, то ли это некие какие-то политические амбиции. Я вообще не понимаю, зачем господин Чабан заявил о своем неком политическом проекте, который, по большому счету, полгода и ничего о нем не слышно. Давайте мы отделим мух от котлет. И на самом деле, возвращаясь к европейским ценностям, там есть такая очень важная тема, принята очень давно, это европейская хартия, которая указывает, что муниципалитет отделен от государственной власти. Так вот, другими словами, Примария достаточно самостоятельна. Другое дело, что есть определенные вопросы, в том числе и финансирование, которое решается через государственную или центральную власть. То ли правительство не хочет финансировать ту программу, которую предлагает господин Чабан, то ли господин Чабан неправильно ее презентует. Мы должны не забывать, что у нас через полтора года выборы Примара Кишинева и муниципальный совет. И проблемы в муниципальном совете, если мы говорим про управление городом, достаточно серьезные. Серьезные, что все решения, или если не все, то в большинстве своем, принимаются через призму политических интересов. Другими словами, что если это предлагается фракцией социалистов, то партия ПАС или фракция партии ПАС голосует против, потому что это предлагают социалисты. Или господин Чабан, потому что он избран или был членом социалистов. Опять же, а где интерес? А где проблема, гража? Смотрите, вот такой очень интересный пример. Вся эта конфронтация началась еще с 1918 года, когда господин Настаса выиграл примарские выборы. И с чего он начал? Он начал гонять экскаваторщика с кинотеатра Гауде Амус. Его потом не допустили, потом его восстановили, но это уже прошел год. Но Гауде Амус как стоял разваленный, так до сих пор и стоит. Я могу перечислить еще. Гугуцы, гостиница «Националь», которую мы вспоминали, кинотеатр «Искр». И много-много-много объектов, которые просто портят вид и внешний облик и восприятие столицы нашей страны. Столица – это лицо государства. И то, что мы видим, что происходит, к сожалению, мне просто стыдно. Так вот, что сделал господин Чабан? А, господин Анастасов на каждом углу кричал о том, что Чабан – представитель какой-то строительной мафии. Господин Чабан уже в 2019 году, вступив в должность генерального примара, наложил какой-то мораторий и публично об этом говорил. Правда, мы до конца так и не поняли, о какой моратории была речь. Потому что все равно строительство в городе шло, вроде как только в центральном районе. Но даже и в центральном районе стройки продолжались и появлялись новые. Но принципиальная позиция генерального примара была в том, что я борюсь со строительной мафией. То есть я наведу порядок. Вот этот порядок я и не понял. И порядок ли? Либо это просто показатель того, что я дистанцировался от всех строителей. Но подождите, как это можно говорить о развитии столицы без понятного всем, в первую очередь горожанам, плана строительства в том числе? То есть закрыть и остановить все стройки – это легко. А сегодня я знаю, что некоторые площадки, вот даже те, которых я перечислил, не сносятся, не строятся, все тормозится. Принимаются какие-то странные решения. Появляются какие-то, все-таки появляется 26 голосов, которые важны для голосования по тем или иным вопросам. Ну что это? Это как минимум хаос. И этим, естественно, пользуется противоборствующая сторона. В данной ситуации это действующая власть в лице партии ПАС. А как вообще должно быть, если уж вы меня спросите, знаете, как критикуя предлагай. Так вот, когда я говорю о неком плане, то должна быть ясная, четкая программа развития, система привлечения инвестиций, заключения договоров муниципального частного партнерства, может быть, даже и государственно-частного партнерства. Должны быть прозрачные конкурсы на это. Если сегодня эти объекты уже принадлежат конкретным собственникам, ну уж не заберешь, если это законно у них находится, значит, нужно с ними разговаривать. Вы посмотрите, про эти по Штефана Челмаре от начала и до конца, и сколько замороженных строек вы увидите. Мы знаем, когда это изменится? Мы ничего не знаем. От нас это все скрыто. Почему? Кто им дал право от нас скрывать? Мы устали от того, что мы видим. Это даже не цирк. Вот эти конфронтации, эти провокации, в конечном счете, бесспорно приведут к логическому концу для них. Но время идет, годы идут, и не дай бог, чтобы эти объекты пережили нас. Не дай бог. Что еще можно сказать? Вы сейчас говорите, что муниципальный совет действует в своих политических интересах. Я не поленилась, посмотрела некоторые ваши программы «Истина», где вы сами лично, кстати, отмечали, хвалили господина Чебана, что он, город при нем преобразился. Так, может, господин Чебан тоже преследует свои политические интересы и готовится к предвыборной? Значит, смотрите, что значит понятие «хвалил», когда мы говорим о том, что какие-то работы, например, по благоустройству парков, например, по ремонту пешеходных переходов, и мы, подземных переходов, и мы о них в нашей социальной программе «Защита и забота» говорили, изменились, происходит явная тенденция к улучшению, но я должен сказать, извините за сравнение, что это как губы намазать, понимаете? Важны определенные системные подходы. Вы знаете, какое разочарование, я вам так, знаете, могу так возразить или сказать, какое разочарование будет у господина Чебана, когда он, думая о том, что навел порядок в парках, провел ремонт в подземных переходах, положил новую тротуарную плитку, не приведут его к следующему сроку. Я могу это допустить сегодня. Почему? Ну, потому что, еще раз говорю, намазать губы – это не значит, что девушка прям стала красивой, и ее душа изменилась. То есть, мне точно кажется, что там немного другое. Например, другие решения должны быть. То есть, нужно по-другому видеть управление городом. В том числе, не забывать, что решения судов должны быть исполнены. Я правда был удивлен, когда господин Керондо, буквально на прошлой неделе, господин Керондо – это, вам известно, бывший вице. Господин Керондо – это уволенный со своей должности, напомню зрителям вице, примар муниципия Кишинева. Который обратился в суд о восстановлении или о признании незаконном его увольнении. И его восстановили. Нет, его не совсем восстановили. Это приостановили действие того указа или того нормативного документа. Но он вернулся на работу. Что это вообще такое? Совершенно верно. То есть, решением судебной инстанции, вступившим в законную силу, господин Керондо был, можно так сказать, восстановлен, бесспорно, юридически. Он был восстановлен в должности, и разбирательство длилось, то есть оно продолжается. Но его, к сожалению, не пустили. Какие юридические доводы и основания были для того, чтобы его не пустить? Мне они неизвестны. Я их не слышал, не видел. Господин Керондо какие-то трансляции делает у себя на Фейсбуке. Где-то он нашел рабочее место. Не знаю где, я говорю, я отдалек от этого, но точно. Если есть решение... Где-то в коридоре, как мне показалось, по снимкам. Еще хуже. Значит, если есть решение суда, которое указывает на то, что господин Керондо полновластный вице-примар, его просто обязаны были допустить. И я оцениваю действия того или иного чиновника не по его каким-то личностным характеристикам, а по его действиям. И если господин Чебан, в данной ситуации генеральный примар, делает хорошо и в парках на самом деле приятно гулять, это факт. А если он не исполняет решение суда, то это не очень хорошо, как минимум. Хорошо. А по действиям господина Керондо, что вам понятно? Я не понял ваш вопрос, что имеется в виду по его действиям. Что вы говорите? Вот я вижу по действиям господина Чебана, что он хочет. Нет, он его не допускает. Это нарушение закона. По действиям фракции социалистов, по действиям фракции партии действия и солидарность. Господин Керондо, на ваш взгляд, будет баллотироваться на пост примара через полтора года? Я думаю, что у него есть эти амбиции. А шансы? Вот тут очень интересный вопрос. Все зависит от того, кто его поддержит. Не убежден, что его поддержит действующая область. Пока не убежден. Ну и отрицать не можете. Нет, конечно. Ну, знаете, я не хочу, чтобы господин Керондо оказался так называемой политической торпедой в руках чьих-то руках. Не хотел бы этого. И вообще, в принципе, не хотел бы, чтобы кто-то оказывался в чьих-то руках, как политическая торпеда, извините. Я применил такую формулировку. Ну, мы видим очень интересную ситуацию, которая была в Бельцах, кстати. Очень интересная. Что вы опять же имеете в виду? Ладно, у нас нет времени, господин Негруца, поэтому я хотела еще вас спросить. Вы очень часто, вот в программах я посмотрела, «Защита и забота», активно занимались проблемой недостроенных мансард. Давно об этой проблеме вообще ничего не слышно. Она исчезла? Ее нет? Знаете, как проблема осталась, а куда делась программа? Так вот... Ну, программа, куда делась, вы уже сказали. Что с мансардами? К сожалению, эта проблема никого не интересует. Возвращаясь к господину Чубану, если я скажу, что мы минимум три раза обращались в премарию, это, наверное, только как минимум. Как минимум? Как минимум. Сказать, что это было вождение по кругу, я не могу, потому что водить по кругу заявителей и жалобщихов тоже надо уметь. Мне кажется, это какое-то равнодушие. И опять же, возвращаясь к тому, что мы сегодня с вами обсуждали, это абсолютно нежелание или неумение, и я это тоже могу допустить, решать те или иные проблемы, которые существуют в данной ситуации в столице или, в принципе, в государстве в целом. Подчеркну еще раз, к великому сожалению, работая в президентуре, я не почувствовал, я общался в разных кабинетах, во многих структурах власти, я не почувствовал, что их работа нацелена на развитие и на решение проблем и интересов граждан в данной ситуации, не прочувствовал. Вы знаете, я себя, кстати, к слову, наверное, вам это известно, у меня тоже есть опыт работы на муниципальной службе, и я не мог себе представить, если бы у меня такая ситуация была, когда течет вода, крыши нет, и никаких действий местная власть не предпринимает, делает вид, как будто бы этой проблемы не существует. Мы были настолько готовы говорить предметно о этой проблеме, но нас так и не приняли. Нас посылали по кабинетам, проводили какие-то встречи, мы даже уже убрали, подчеркиваю, это важно, то есть не наше это дело, убрали тему ответственных и виноватых в том, почему так произошло. Понятно, что это примария, и понятно, что это господин Киртуак в свое время. Давайте мы, муха от котлет, как говорится, отделим. Вот что делать? Течет крыша, ее нет. Люди живут в плесени, и это никого не интересует. Вот это просто больно. Но, знаете, как убивать свое время, биться головой об стену, а иногда это делают специально, просто игнорируют. Но, знаете, как оказалось, заставить нерадивых молдавских чиновников работать, к сожалению, на сегодняшний день пока невозможно. Пока. Я оптимист. Вот, господин Негруз, а давайте в завершении, раз вы оптимист, может быть, как-то оптимистично подведете итоги в регионе и прогнозы свои по региону и по стране в частности. Опять вы про прогнозы. Точно, что сложно очень строить какие-либо прогнозы. Почему? Ну, потому что мы, ну, если вы говорите про регион, да, бесспорно, мы точно не влияем на эту ситуацию. Мы можем только помогать, и бесспорно наша страна, наши граждане первыми откликнулись на помощь беженцам, которые шли с Украины. Беспрецедентное количество, учитывая размеры нашей страны. Да, это факт. Но я хочу здесь несколько иное сказать, и не говорить о прогнозах, а говорить о, или призвать к большей осторожности нашей власти. Осторожность. Если уж, знаете как, мы не знаем, что такое прагматичность, или она у нас, или у них своя, то уж точно нужно понимать, что нужно думать о гражданах Республики Молдова и не только в стране. Например, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Просто пример. Буквально недели две назад я слышал, и это было публиковано официально, что официальная власть в данной ситуации, госпожа президент Майя Санду, заявила, что она поддерживает санкции, финансовые санкции в отношении Российской Федерации и ее граждан. Что за этим стоит, мы можем по-разному интерпретировать. Но официально мы-то нейтрального статуса придерживаемся. Так вот, смотрите, видите, как вы красиво сказали официально. Так вот, не нужно только официально придерживаться этого статуса, а нужно придерживаться буквально. Потому что мне известны факты, когда граждане Республики Молдова, которые имеют в том числе гражданство Российской Федерации, попали под определенные санкции в каких-то кабинетах и кулуарах, может быть, недействующей власти. Потому что у нас, знаете, как говорят, что Плохотнюк ушел, а дело его живет. Это так. И в некоторых кабинетах, я еще раз говорю, есть случаи и факты, когда очень красиво отказывают в том числе и в банковском обслуживании. Гражданам Российской Федерации, которые являются гражданами Молдовы. А вот теперь я вам хочу сказать, в свете ситуации в регионе, а если и как это происходит на дипломатическом уровне, а если Российская Федерация подготовит зеркальные санкции, в отношении граждан Республики Молдова, находящихся на территории или проживающих на территории Российской Федерации, вот тогда как это будет? Я, конечно, верю, что этого не будет. Я не хочу, чтобы мои счета в Российской Федерации были либо арестованы, либо закрыты, и чтобы я попал под какие-то санкции в России. Я этого искренне не хочу. Но мне кажется, что так происходит. И может быть, опять же, возвращаясь к провокации, может быть, кому-то это надо. А может быть, это делается специально. Вот я призываю к осторожности. А что касается желания или моих прогнозов, как никогда, подчеркиваю, как никогда сегодня, во времена военного конфликта на Украине или в Украине, простите, пандемии, которая вроде как закончилась или заканчивается, мы должны говорить о мире и здоровье. Когда наши предки, мои бабушки и дедушки, мои родители за молдавским столом поднимали тост и говорили «Сефи паче», «Шисенатате», мы относились к этому как-то, знаете, как будто с одной стороны символично, с другой стороны обыденно, само собой разумеющееся. Так вот, сегодня это очень актуально. Так вот, я хочу, чтобы над Республикой Молдова было мирное небо. И хочу, чтобы мы на самом деле думали о мире и здоровье мысли материальные. А что касается будущего или пожелания, это точно, чтобы в первую очередь действующая власть думала и направляла все свои мысли, действия на консолидацию. Как бы на консолидацию общества, как бы это банально не звучало, и была бы максимально осторожна в отношениях принятия тех законов, которые инициируются. Я понимаю, что иногда мы подвержены эмоциям. Я понимаю, что мы делаем ошибки. Но когда это касается тебя, касается твоей семьи, касается небольшого количества людей, это одна история. А когда это касается государства, ну уж знаете как, объявился груздем, полезая в кузов и неси ответственность. Андрей, спасибо вам огромное за интересную беседу. Надеюсь, еще не раз встретимся в данной студии. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в программе главным гостем эфира был мой бывший уже коллега, также общественный деятель Андрей Негруцца. Будущий, бывший и будущий. Вот, Андрей Негруцца, я желаю вам хорошего вечера. Мира нам. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok